То, чего все боялись, случилось. Владимир Путин начал бомбить военные базы, объекты, взрывы гремят по всей Украине. Ну, то есть, все, началась война. Что можно сказать? Сказать что-то, наверное, надо, да? То есть, потому что каждый вопрос, каждый комментарий, любой контент, который ты размещаешь, он сталкивается с кучей комментаторов, которые говорят, поясни за ДНР, расскажи за Украину, что думаешь про Путина, как по войне. Ну, вот, типа вот, она случилась. Проблема в том, что сейчас все будут ассоциировать Россию с русскими. Россию в широком понимании, в дипломатическом, военном, да, то есть, как будто бы вот мы явились частью этой проблемы. То есть, как будто с нашего молчаливого согласия. Я сразу хотел бы пресечь эти вбросы, потому что нас не спросили. У нас не было референдума ни по поводу присоединения к нам других территорий, ни сейчас, ни в 2014 году. У нас не спрашивали по поводу того, готовы ли мы из своих налогов оплачивать эти военные компании. Хотим ли мы, чтобы людей сейчас как мясо отправляли на фронт. Хотим ли мы, чтобы страна, которая долгое время нам считалась братским народом, что, в общем-то, если до сих пор просто эскалация конфликта, она сейчас выведет отношения на самый жуткий уровень между двумя народами. Ну, то есть, оно уже происходит. Вот прикол в том, что, что бы я сейчас не сказал в этом ролике, что бы я сейчас не сказал, все равно здесь будет срач под комментарием. Все равно. Кто-то уже пытается извиняться. У кого-то БЛМ, значит, не дает покоя, значит, извиниться. Все, надо сразу. Еще раз, нам вины вменять неправильно, потому что не мы выбирали эту власть. Большинство людей в России, вменяемых, считает, что Путин совершает военные преступления, ровно как и было с аннексией Крыма. Но все равно, все равно, все равно, даже люди, которые извинились, сталкиваются с тем, что их просят сильнее чуть ли не извиняться. И что же вы сделали для того, чтобы этого не произошло? Что вы сделали для того, чтобы этого не произошло? Я не хочу сейчас говорить срач, поэтому в эту историю я не буду лезть, не буду задавать вопросы, создали ли там с 2008 года, с 2014 украинские власти себе какую-то возможность избежать этого в плане, там, экономически, да, или еще каким-то образом, зная, что есть такой агрессивный сосед, каким нас считают. Но, как бы, объективность сейчас так и есть. Сейчас мой агрессор. Ребята, доброе утро, я агрессор. И ты агрессор, если ты смотришь это. Если ты житель российских городов и сел. Ты агрессор, все, вот так по дефолту. Это, знаешь, как... Это не очень может быть уместное сравнение, но это как вот сборная России, когда проебывают, да, ты все такой, ааа, сборная России, это же мы. Нет, это не вы, это наемники, типа. Ну, вот так же, собственно, и, правда, в тысячу раз страшнее с тем, что делает сейчас Россия. Понятно, да? То есть, еще раз, мы эту власть не выбирали, сразу дисклеймер, но и извиняться за ее действия я не вижу смысла. Не надо пытаться вменить нам вину и заставить нас жить с мыслью, что мы, значит, являемся причиной этого. Никто из русских не хочет войны. Из адекватных людей, ну, кроме совсем отбитых каких-то урапивных, квасных патриотов, не хочет этого, не хочет отбирать что-то. Имперские амбиции я никогда не одобрял. То есть, мировая история, она рассказывает нам об огромном количестве империй. Ну, самый главный факт про них, что все империи, они всегда рушатся. Ну, и вот эти вот имперские, значит, амбиции, это такой недоразвалившийся Советский Союз. Вот я вот так вот воспринимаю сегодняшнюю ситуацию в России с теми же самыми КГБшниками, с тем же самым страхом. Да, наверное, заявление Ивангаев в некотором смысле, оно актуально. Он говорит о том, что вот у нас с 91-го года поколение выросшее не научили бояться. Ну, бояться не научили, но не научили, как бы как в ситуации, когда у вас есть агрессивный злой сосед, оборониться от него с 91-го года, с 2008-го, 2014-го. Нисколько сейчас никого не пытаюсь принизить, но тем не менее факт остается фактом. Это случилось. У нас 140 километров от Петербурга Эстония начинается, а столько же, как бы, чуть в другую сторону, в Финляндии. Вот, что-то на них не наехали. Но не об этом. Все, ребят, мы в войне. Пока что удары, я так понимаю, идут по... Я вообще не на Твич заливаю, нет, вроде записываю. Удары идут по воинским объектам. Там где-то склад взорвали, где-то базу. Ну, наверняка будут человеческие жертвы. К сожалению, это так. То есть, уже авиасообщение до марта в российских южных областях закончено. Ну, то есть, это прям вот надолго. Это как минимум до марта сейчас. То есть, сейчас вот прям начинается активная движуха. В Украине та же самая история. Чем чревато это в глобальном смысле для двух стран? Ну, то, что человеческими потерями с обоих сторон, это понятно. То есть, кто получает деньги за свои воинские заслуги. Кто наемник, кто контрактник, кто срочник. Кому не повезло призваться в 21-22 годах. Вот те, собственно, сейчас будут с обоих сторон погибать. Что там еще Иван Гайф кидывал? Про то, что, собственно, информационная война идет. Да, она идет. Конечно, идет. Сейчас вы будете видеть очень много подлога. Мы сейчас видим подлог. То есть, вот это видеообращение, которое сегодня Владимир Путин залил, да, когда он сказал, что мы начинаем военные действия. Ну, читай, мы начинаем войну. Это же то же самое видео, первую часть которого мы видели, когда они с Советом Безопасности, собственно, утвердили, что вот это происходит. Вот так вот все, вот как в партии. В партии сказала надо, значит, будем, все приняли. Это же то же самое видео. Просто они кусками разделили. Вопрос в том, сколько этих кусков, понимаешь? То есть, это вот вторая часть мы увидели. Да, можно там увидеть какие-то элементы, схожие складки на галстуке, положение тела, собственно, и так далее. Но можно и метаданные почитать. То есть, все это говорит о том, что это просто нарезанные куски. И вопрос, насколько длинный сезон, ребят. Вот, ну, то, что во второй серии уже начинаются взрывы в Киеве, говорит о том, что даже двух серий уже достаточно. Третья серия, непонятно, чем закончится. Чем чревато, кроме человеческих жертв? Бедностью. Доллар сотка. Мосбиржа обвалилась. Это вот с российской стороны сейчас. С украинской понятно, да, там все тоже не очень хорошо. В экономическом плане. Война, когда идет, люди становятся беднее. То, что мы сейчас беженцев принимаем в Ростовской области, которые живут в ужасных условиях, там, в спортзалах, в общагах. И оплачиваем им, получается, паспорта, пособия. То есть это все деньги из нашего бюджета. Если вы думаете, что, ну, вот так вот у нас такая вот страна, которая может помочь другим. А вы не задумывались о том, что вот империи, да, когда они создаются, когда там Александры, наверное, да, или, не знаю, римские императоры присваивали себе какую-то территорию завоеваниями. У них это было все отлично нормально. То есть я к тому, что ты, когда присоединяешь что-то к себе, вот у тебя должно быть нормально все относительно, чтобы, ну, у нас страна развалена, то есть с точки зрения науки, медицины, экономики. И вот к чему, что присоединяется, зачем? Почему нельзя эти силы ВПК, военно-промышленного комплекса, было потратить на, собственно, решение своих задач? Это же миллиарды рублей. Это же миллиарды долларов, наверное, даже. Я даже представить не могу себе порядок цифр. То есть, зачем это все надо? То есть имперские амбиции – это самое жуткое в слове 21 века. Я искренне сочувствую населению Украины, что такие вещи происходят. Да, сейчас все мировые страны, естественно, начинают жалеть. Украину это естественно. Когда на слабого нападают, всегда жалко, ты испытываешь это нормальное поведение здорового человека. Когда бьют слабого, хочется это прекратить. Хочется это прекратить, но как мы можем это прекратить? Вот как мы можем это прекратить? Сейчас будет много вбросов, пропаганда. С одной и с другой стороны. Потому что, ну, а как? То есть, это было бы странно даже, если бы тех же фабрик ботов, тех же срачей не было с другой стороны. Это нормально абсолютно. Вот поэтому эскалация конфликта. Чтобы вы понимали степень накала. Я залил историку. Сторику сегодня в Инстаграм с улиточкой. Задавайте мне вопросы. За полчаса было два всего вопроса не про Украину. А там их было много достаточно. То есть, это сейчас прямо мы подключены к коллективному каналу, который вот забит. То есть, нерв максимально оголен. Вино этому всему Владимир Путин и его власть. Все. Радует что? Что зачастую маленькая победоносная война превращается в проблему режима. То есть, может быть, что Владимир Путин не вывезет эту войну. Санкции, народное возмущение, обеднение. То есть, вызовет какие-то бурления в обществе. Возможно, с элитами какие-нибудь приколы начнутся. Но пока вот он стойко идет к своей цели, к сожалению, к великому сожалению. Все эти расходы на беженцев, на их паспорта, на военно-промышленный комплекс, это все идет из наших налогов. Мы становимся беднее по тысяче причин, которые происходят из-за того, что произошли первые взрывы. То есть, я уже говорил про санкции, про ничтожную стоимость рубля. Если, пацаны, вы успели поменять на доллары, вы молодцы. Вы подготовили себе соломку траты на поддержку беженцев. Увеличение налогов наверняка возникнет. Кто-то уже готов там 13-е зарплаты отдавать. Ну, то есть, прям, партия сказала, надо, народ ответил, сделаем, будет. Но не так. Не сделаем и не будет, на самом деле. Никто не хочет войны. Просто вот они делают вид, что все хотят войны, там, на этих видиках из федерального собрания, или как называется эта движуха, там, огромное количество всяких ляпов, где какие-то куски вырезаны, где уже о присоединении кто-то поговаривает, да, его еще осекают. Я не помню даже, кто этот человек. Для меня это все вот одни и те же люди. Мишустин, Матвиенко, Медведев, для меня это один человек, понимаете. Это все Владимир Путин в разных аватарах, как вот агент Смит, который вселяется в разных персонажах и делает то, что он хочет. Вот это как бы, вот это один человек все, понимаете. То есть никакой политической жизни в стране нет. Если вы думаете, что парламент Госдумы может, любой парламент, в принципе, принять какое-то решение единогласно, это просто абсурд, понимаете. То есть парламент на то и парламент, чтобы были споры, чтобы никто не воздерживался, чтобы кто-то попытался сохранить свою честь, потому что поступок войны никому не нужный сейчас. Это бесчестные в условиях ослабленной страны, ковидом, разрушенной экономикой, медициной, производством, промышленностью, повышенными ценами на стройматериалы. Ну то есть это в этом условии, в условиях тяжело больной страны с рекордными цифрами по заболеванию ковида мы идем на войну. Все эти деньги из твоего кармана. Все эти деньги из твоего кармана. Проблема в том, ну люди, вот у нас говорят, не бугуртят, да может быть, проблема в том, что у нас люди сами не платят налоги. То есть за них платит какая-то секретарша в пыльном кабинете, вычитая из их реальной зарплаты деньги и отправляет налоговый человек, получает вот уж получает, я получил, мне норм. По факту, как бы, если бы тебя заставили платить налоги самостоятельно, ты бы увидел какая-то цифра и ты бы спросил, а куда идут мои налоги? И тогда бы, наверное, ты уже задавался вопросом и бугуртил почаще по поводу тех действий, которые страна совершает за твои деньги. Ну то есть у кого ИП, ООО, кто самозанятый даже, они прекрасно понимают, о чем я говорю, об этой эмоциях. Когда ты отдаешь деньги и думаешь, на что же они идут, ты смотришь, и у тебя сразу возникают вопросики. У нас же как бы среднего класса как такового нет, он вырезан практически весь. Поэтому люди ввиду сорбенности их спин, ввиду ничтожных зарплат, никаких пособий, они, собственно, вынуждены соглашаться. Вы так, нас закабалили. То есть страна сейчас в бедственном положении, люду не приходится выбирать. Это что касается денег. В Украине я думаю тоже, что ситуация сейчас сильно не улучшится, потому что страна тоже находится в числе первых по бедности в Европе. Наравне там с Молдовой, Белоруссией, Казахстаном и так далее. То есть ничего хорошего ждать не стоит. Все уже начинают вызывать мобилизацию солдат. В Украине начинается массовая мобилизация. Все, кто может держать оружие, призван это сделать. Гордон, Зеленский, все уже начинают. Собственно, приглашаем вас на войну. Пригласил Владимир Путин, и оно началось. Весь мир, все мировое сообщество, естественно, осуждает то, что происходит с Россией. То, что Россия, вернее, делает с Украиной. Поздравляю вас, ребята, кто очень переживал о том, как же на вас смотрят в других странах, когда вы приезжаете в них. Да, конечно, нас не любят нигде. Вообще нигде. Особенно в Европе. Очень много стран, где нас прямо считают оккупантами, ввиду советского прошлого, естественно. И вот сейчас ввиду достижений Владимира Путина. То есть ненависть к русскому человеку, она растет. То есть прям вот мы будем такой персоной нон-грата немножко во всем мире. Те, конечно, палками бить не будут, но... И вслед может даже не крикнуть что-то в спину. Но задумавшись о том, сдавать Техату или не сдавать, день в Праге, наверное, человек может решить в какой-то момент, что не будет сдавать. Ну или с опаской на тебя в целом. Хотя ты ни в чем не виноват. Ты выбирал эту страну. Тебе не нравится эта война, тебе не нравится война в целом. Но вот, когда люди сдаются, почему она себя не любит, блядь, да вот поэтому. Очень интересно наблюдать за звездами первой величины эстрады, которые сейчас такие, о, нет войне, пис, хуй войне, или как еще говорят. Ну, блядь, хиппи превратились в яппи. И потом превратились в общество потребления. Вот то, что мы сейчас видим. На секундочку, хиппанские пацифистские движения ни к чему не приводят. Вот вам небольшой инсайт. Говорите, как есть. Владимир Путин развязал войну, открыл ящик Пандоры. Вот как надо сказать. А они же не хотят, они же хотят сидеть на двух стульях одновременно. Поэтому лицемерие оно сейчас вот будет сквозить. Просто вот война, она как весна, покажет, кто где срал. Собственно, вот кто как сейчас себя будет вести, то даже не надо никого призывать, что-то говорить. Не надо взывать к какому-то чувство справедливости. Просто смотреть, как себя ведут инфлюенсеры, и все, и все. И все сразу становится понятно лишних вопросов. Не ведитесь на провокации еще раз тех, кто будет вам говорить. Извиняйся, да ты должен. Такое уже происходит. Прямо по первым дням это уже происходит. Мы никому ничего не должны. Я никому ничего не должен. Я не должен извиняться. Я не рад этой истории. Я в шоке от того, что происходит. Я на протяжении последних пяти лет. Ну там, четыре года я был аполитичным персонажем. Пять лет последних я критикую власть за те поступки, которые они происходят. Там, от внутренних каких-то там реформ, пенсий, прочих социальных задержаний и отравлений. И как бы у меня абсолютно чисто совесть по этому поводу. Если вы считаете, что ваши поступки как-то могут... Я даже не знаю, как выразиться. Если ваши поступки хоть как-нибудь могли бы повлиять на то, что сейчас происходит, стать причиной, то у вас большие проблемы. Мы находимся все в заложниках, понимаете? Мы все находимся в заложниках текущей власти. Она виновна в том, что сейчас происходит. Все. А ты житель. Ты холоп. Вот где-то там бегаешь. Налоги платишь. Спонсируешь это. Только тем, что ты как бы живешь. Если ты не плачешь налоги, ты думаешь, я такой, типа, в серую работу. Нет, тоже плачешь налоги. Ты покупаешь снеггерцы, пачку сенатора. В ларьке НДС идет 13% известно куда. Так работает налоговая система. Со всего даются деньги. И эти деньги потом они пускают, собственно, вот в известные места. В известные ракетные удары. Что еще хотел сказать? Это будет продолжаться. Просто примите тот факт, что очень надолго Россия сейчас окажется в кольце санкций. Да, они пытаются точечно бить по депутатам, по пропагандонам. Кто-то лишается, наверное, своих яхт и иностранной недвижимости. Это хорошо, безусловно. Это очень правильно. Пусть они становятся беднее. Пусть они, может быть, прочувствуют, что шкурка выделки не стоит. Хотя я не знаю, какие у них гонорары у пропагандонов, которые готовы топить вот за этот ад, который сейчас творится. Типа, за какие деньги можно это делать? Это же абсолютно людоедские движухи. Это людоедский процесс. Кто может развязать войну в 21 веке? Ну, наверное, людоед. Это война, которой не нужны были совершенно. То есть, обе страны пытаются акклиматься сейчас от ковида, от каких-то еще проблем. Типа, зима вообще в России и в Украине тоже это не самый позитивный период. А тут начинается, собственно, еще вот это. Ускорим приход весны. Протопим улицу. Поэтому глупо, дико, по-людоедски. И совершенно никого из нас не спрашивали. Никого из нас не спрашивали, и дальше спрашивать не будут. Какие выводы? Ну, блядь, надеемся, что режим рухнет поскорее. Все хотят, как бы, куда-то либо свалить, либо найти хоть какую-то почву в своем сознании, чтобы зацепиться и понять, что вообще дальше будет. Как дальше, типа, жить-то с тем, что мы, собственно, агрессор? Как? Пацаны, дальше-то что? Что делать? Ответ нет. Есть только ожидание и упование на то, что случится роковая ошибка в планах наших стратегов, и все рухнет. Что-то будет гамбит. Какой-нибудь. Не гамбит, плохой пример. Что, не знаю, какой-нибудь фактор дурака вырубит.